Мы видим, что Лот принимает предложение Авраама, и если какое-то время назад он был заинтересован в том, чтобы находиться рядом с Авраамом, то сейчас, разбогатев его уже, общество Авраама, оно для него не столь ценно, как было прежде. Значит, и что делает Лот? Он поселяется возле Содома и Гаморы. Вот как в 12 стихе написано, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Значит, далее мы знаем историю о том, что на Содом и Гамору наехала армия 10 царей, захватили в плен Лота и все его имущество, и Аврааму кто-то из слуг Лота доложил о том, что Лот попал в беду. Авраам, не раздумывая, собирает свою бригаду, разгромил 10 царей, высвободил Лота. Значит, и вот теперь поставьте себя на место Лота. Лот попадает в плен, и у него был шанс остаться на всю жизнь рабом и лишится своего имущества навсегда. Но тут чудесным образом дядюшка его вызволяет. Чудесным, потому что, ну, 318, ой, 380 или сколько там человек, ну, 300 с чем-то человек, команда Лота и армия 10 царей. Понимаете, это на самом деле была чудесная победа. Господь помогал Аврааму. Значит, Лот получает свободу, Лот получает обратно свое имущество. Казалось бы, уже явно, что тот путь, который он выбирает вдали от Авраама, он неблагоуспешен. Почему бы ему не решить вопрос со своими пастухами и не сказать, дядюшка, давай вместе жить, как жили раньше, в старые добрые времена. Лот ничего подобного не предпринимает. Более того, где его постигла беда, туда же он возвращается. При всем при этом я хочу обратить ваше внимание, что Новый Завет называет Лота праведником. Понимаете, поэтому то, что мы рассматриваем, это нисколько не подбор обвинительных фактов, понимаете, а для того, чтобы понять, что же им двигало, и для того, чтобы сделать какие-то выводы для себя. Что? Он и первый раз не предлагал ему. Первый раз он хотел, Аврааму не предлагал, но он добился своего. То есть этот человек умел добиваться того, чего он хотел. Раз он двигался с Авраамом, вопреки воле Авраама. Ну, не знаю. Значит, по прошествии некоторого времени мы знаем, что Лота опять постигает беда. Точнее, почти постигает. Значит, и там происходят интересные события. Бог собирается произвести суд над Содомом и Гаморой, и он посылает туда ангелов для того, чтобы вывести оттуда Лота. Ну, то есть это один из моментов, которые, ну, одно из заданий, которые получили ангелы. Потому что они должны были уничтожить эти города, но прежде они должны были вывести оттуда Лота и тех, кто был с ним. Значит, сейчас я найду это место. Вот пришли те два ангела. Это девятнадцатая глава Бытия. Пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, встал, чтобы встретить их, поклонился лицом до земли, сказал, Государь мои, зайдите в дом раба вашего, ночуйте, умойте ноги ваши, встаньте поутру и пойдите в путь свой. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их. И они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение, испек пресные хлебы, они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, садомляне, от молодого до старого. Весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь. И сказал, братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно. Только людям с ним не делайте ничего, так как они пришли под кровь дома моего. Но они сказали, пойди сюда. И сказали, вот, пришелец и хочет судить, теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку всему, к Лоту. Подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужите простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужите Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Дети или сыновья ли твои, дочери или твои? Кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из всего места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль жителей его к Господу. И Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но с зятьями его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лоту, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он медлил, то мужите, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Смотрите, они говорят, выходи, он медлит. То есть, смотрите, его сердце уже настолько прилеплено к этому городу, к этому образу жизни, что он перед лицом очевидной опасности медлит выходить. И дошло до того, что, вот как написано, как он медлил, то мужите, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. То есть, фактически вытащили, физически вытащили его из города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Вопрос, ему был указан путь спасения? По милости Господней к нему. То есть, не за его заслуги. Хоть Писание и называет его праведником, мучающимся в этом городе. Не за его заслуги, а по милости к нему Господней. Ему был указан четкий путь спасения. Что же говорит Лот? Но Лот сказал им, нет, владыка, вот, раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот, ближе бежать в сей город. Он сжимал, побегу я туда. Он сжимал, и сохранится жизнь моя. И сказал ему, вот, в угодность тебе я сделаю и это. Не не спровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Поэтому и назван город Сейсигор. То есть, смотрите, интересный момент. Ему указывается четкий путь спасения. Он игнорирует этот путь и определяет сам для себя путь спасения. В результате чего ангел говорит, вот, в угодность тебе я сделаю и это. Не не спровергну города, о котором ты говоришь. То есть, из этих слов мы заключаем, что помимо Содома и Гаморы должен был быть уничтожен еще тот город, в который Лот решил спрятаться, убежать. Понимаете? Может, уже и кроме Содома и Гаморы были близлежащие города, которые были уничтожены. Может, такое быть? Ну, окрестно. Мы сейчас говорим о том городе, в который убежал Лот. И мы видим, что он должен был быть также уничтожен. Но Господь не уничтожил этого города. Получается, путь праведности – это когда мы следуем тому пути, который Господь определил для нас. Путь самоправедности – когда мы сами выбираем себе пути спасения. И вот самоправедность Лота в данной ситуации привела к тому, что то зло, которое должно было быть уничтожено с лица земли, оно осталось на земле. Понимаете? То зло, которое должно было быть уничтожено, из-за самоправедности Лота, оно осталось на земле. Понятная идея? Я тут еще вижу еще один момент, что, допустим, Сегор, может быть, он не был настолько, как Содом и Гамора, обесчестен или опущен. И дело в том, что если туда пришел Лот, то как бы из-за праведника он не истребил этот город, и этот город спасся. То есть можно ли это использовать как… Как вариант. Но мы видим, что без Лота этот город был обречен. Этот город был однозначно обречен, и только присутствие там Лота этот город сохранило. Лота и его двух дочерей. Читаем дальше. По теме? Просто времени совсем мало. Читаем дальше. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сегор. И пролил Господь на Содом и Гаморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И не спроверг города сии, всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа. То есть можно предположить, что у него было особое место, куда он утром ходил молиться. И посмотрел к Содому и Гаморе, и на все пространство окрестностей, и увидел. Вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестностей сей. Вспомнил Бог об Аврааме, и выслал Лота из среды истребления. Когда не спровергал города, в которых жил Лот. Вопрос. По какой причине был спасен Лот из этих стихов? Ради Авраама. Ради Авраама. Не за свои заслуги, ни в коем случае. Ради Авраама. То есть Господь, чтобы не огорчать Авраама, спасает его племянника. Хотя мы видим, что племянник ведет себя так. Хоть он и не такой, как жители Содома и Гаморы, но он далеко не такой, как Авраам. Понимаете? Значит, и вышел Лот из Сегоры и стал жить в горе. И с ним две дочери его. То есть убежал в город, он недолго там был. Он потом сбежал, вообще ушел за пределы. Ибо боялся жить в Сегоре. То есть Сегор, ну, у него уже пришел страх после того, что он увидел, что произошло с Содомом и Гаморой. И жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей, отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Смотрите, дочери его считают, что на земле не осталось людей, кроме них. Значит, возможно, что Лот, для того, чтобы обезопасить своих дочерей, сказал, что после выхода их из Сегора, как и из Содома и Гаморры, Господь уничтожит и этот город, и уничтожит все человечество. И поэтому дочери, наивно поверив своему отцу, значит, решили, что для того, чтобы продолжить потомство, им необходимо переспать с папой. И мы знаем в конечном итоге, что из этого произошло. 36 стих. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Муав, он отец Моавитян до ныне. А младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Ами, он отец Аманитян до ныне. И мы, когда изучали пророчества в отношении народов, мы читали, что Бог произвел суд и над Моавитянами, и над Аманитянами. Также мы знаем, что Господь, когда давал Тору Израилю, Он сказал, что никто из этих двух народов никогда и ни под каким предлогом не сможет войти в сообщество Израилева. Почему? По одной простой причине. Они стали врагами Авраама. То есть, смотрите, изначально, вот сейчас так вот быстро просмотрим все этапы взаимоотношений Лота с Авраамом. Изначально Лот очень заинтересован в Аврааме и следует за ним. И получает благодаря этому немалое благословение. Значит, когда ему предоставляется возможность, он делает выбор не в свою пользу на самом деле, хотя думает, что в свою, потому что судит по взгляду очей своих и уже к тому времени достаточно богат. Поэтому Писание говорит, увещевайте богатых в веки семь, чтобы не полагались на богатство свое. Значит, далее Лот попадает в проблему и вместо того, чтобы, когда его Авраам высвобождает из плена, он мог вернуться к Аврааму, Лот этого не делает. Далее, когда он избегает смерти в Содоме и Гаморе, казалось бы, он уже потерял все. Почему бы ему не вернуться к Аврааму? У него уже ничего нет, кроме двух дочерей. Почему бы ему не прийти к Аврааму? Что-то ему мешает сделать это. Когда-то он прилепился к Аврааму, наверняка уговаривал, дядюшка, у нас все будет классно, я буду послушным, только возьми меня с собой. Разбогатев, он оставил Авраама, выбрал лучшую себе часть, потом Авраам его высвободил. То есть, у Лота масса, скажем, поводов быть благодарным Аврааму. Масса поводов удостовериться в том, что Авраам действительно любит Лота. Но Лот при всем при этом с каждым разом все больше и больше отдаляется от Авраама. И доходит до такого состояния, что когда он уже совсем никакой, он не может прийти к Аврааму. И мы из дальнейшей истории Писаний знаем, что Руд Моавитянка единственная из потомков Лота, кто в конечном итоге вернулась к Аврааму. То есть, то, чего требовалось от Лота, сказать, твой Бог будет моим Богом, Аврааму. Твой народ будет моим народом. То, что сделала Руд Моавитянка, единственная пра-пра-пра-правнучка Лота. А теперь я расскажу то, как мне это увиделось, когда я эту историю прочитал. У меня возникла параллель между Авраам и Израиль, а Лот – это уверовавший из язычников. То есть, Лот для меня увиделся очень ярким прообразом современной традиционной исторической церкви, которая устраивала погромы, которая устраивала, организовывала крестовые походы, которая пропагандировала антисемитизм на протяжении многих веков. Изначально прилепились к Израилю, потому что хорошо с Израилем и с Богом Израиля. Но когда разбогатели, когда появилась возможность жить самостоятельно, отмежевались от Израиля. Отмежевавшись от Израиля, начали происходить всякие разные нехорошие вещи, но при всем при этом упорно, упорно продолжает вести свою политику. Вы знаете, недавно в интернете появилось такое интересное заявление о том, что папа римский, не папа римский. Можешь микрофон это сказать? Нет, просто констатирую факт. Значит, на конгрессе католических священников, католической церкви Востока, восточной католической, это мусульманских стран, там, где они находятся, эти восточные епископы приняли резюме и послали такое заявление, что Израиль не имеет никакого права, и не имеет никакого, ни морального, ни библейского права на землю, и не имеет права на обетование, и не имеет права называться Израилем, потому что, как бы, церковь является Израилем. Но это я просто подчеркиваю, что делал восточные церкви, которые про мусульманских странах. Восточные церкви про мусульманских странах, то есть это те христиане, которые в первую очередь должны молиться за Израиль, как мы видели из порочеств. То есть, понимаете, параллель достаточно интересная. И чем оно заканчивается? Смотрите, сколько поколений прошло от Лота до Рутма-Авитянки. Так вот, если примерно прикинуть, значит, от Авраама до выхода из Египта 400-430 лет. Значит, а Рутма-Авитянка, она оказалась правнучкой царя Давида, ой, правнучкой, прабабушкой царя Давида. Значит, то есть, это было в конце периода судей, который тоже, по-моему, около 400 лет длился, да, Валик? Около 400, ну, пускай 400 и 300, да? То есть, 700 лет. За 700 лет дочери Лота превратились в два народа. И представьте себе, за 700 лет сколько людей просто ушло в ад. По одной простой причине. Лот выбрал свой путь спасения. То есть, Лот сделал свой выбор, и в результате в истории мы видим просто вот по факту историю, как она сложилась. Все эти люди пошли в ад, кроме одной единственной. Та самая, которая, можно сказать, является остатком. То есть, выход из такого состояния для традиционной христианской исторической церкви есть. Покаяться перед Израилем и сказать, твой Бог, мой Бог, твой народ, мой народ. Это единственный путь, который действительно можно пройти для того, чтобы не оказаться осужденным с другими народами, с языческими народами. И поскольку тут затронута тема взаимосвязи личной ответственности и коллективной ответственности, то есть, поступок одного человека повлек за собой такие трагические последствия, я бы хотел еще один момент затронуть. Значит, в отношении личной ответственности и коллективной ответственности из Писаний мы знаем, что Бог очень часто к Израилю обращается как к одному человеку. Значит, мы также знаем историю про Ахаза. Это история в книге Иисуса Навина, значит, когда Господь повелел уничтожить один город и уничтожить все, что там было, но один человек Ахаз, он взял и кое-что припрятал из заклятого. И из-за этого началось поражение в Израиле. И когда Иисус Навин, значит, и старейшины Израиля, значит, в молитве, разодрав одежды, пали пред Господом, и Иисус Навин начал вопрошать, что же это такое, Господь говорит, что он нечистя в Израиле, и показал путь, как это сделать, как решить эту проблему. То есть, смотрите, поступок одного человека привел к поражению всего народа. И каково было решение, то есть, каким образом исправить эту задачу. Поступок одного человека, а покаяние руководителей народа. Они вроде бы не виноваты ни в чем. Но их покаяние, их повержение пред Господом в прахе и пепле привело к тому, что Господь открыл причину поражения. Понимаете? И в результате этот человек был наказан смертью. Его сожгли огнем. Причем не самого. Сожгли всю семью. Казалось бы, а они при чем? Значит, давайте мы откроем Левит, пятую главу. Открыли. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Дальше перечисляются еще некоторые вещи, связанные с ритуальной нечистотой. Значит, вот четвертый стих. Если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал этого, но после узнал, то он повинен. Значит, вот, если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедуется, в чем он согрешил. То есть в этот список включается и тот пункт, который мы прочитали первым. То есть если кто-то будет виновен, значит, то пусть принесет, если он виновен в чем-нибудь и исповедуется, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех и очистит его священник от греха его. То есть смотрите, это единственная жертва за сознательный грех, которая предусмотрена в Торе. То есть наказание за это лишь одно. Человек должен принести жертву за грех. Если он приносит, это священник его очищает за грех. Давайте внимательно прочитаем. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. У нас в народе, знаете, как это называется? Моя хата с краю. Безразличие. То есть когда мы видим какое-то беззаконие и мы безразличны, то грех за это беззаконие Господь возлагает на нас. Значит, смотрите, я напомню историю, которую вот тоже недавно рассматривали с Юткевичем. Значит, помните, в книге «Судьи» рассказывается история о том, что один левит жил с наложницей, значит, потом они поссорились, наложница ушла в дом к своему отцу, и он пошел к ней, они поговорили, примирились, и на обратном пути они не успели дойти, ночь их застала. Значит, и они решили остановиться в одном из городов Вениамитян. И в этом городе произошла история практически как в Содоме и Гаморе. То есть все жители собрались, значит, эту женщину в конечном итоге всю ночь насиловали, к утру ее принесли, бросили под порог этого дома, значит, и она скончалась. Значит, и этот левит расчленяет труп этой женщины и рассылает к старейшинам всех колен, требуя суда. Далее происходит следующее. Значит, по всему Израилю трубится сбор с предупреждением. Если кто не внемлет этому призыву, то он будет так же рассечен, как была рассечена вот эта вот женщина. Значит, собрался весь Израиль. Значит, вопрошают Господа, то есть они не чинили произвола. Значит, они вопрошают Господа. Что делать? Господь говорит, идите, я придам их в руки ваши. Израильтяне идут против Вениамитяна, город был укрепленный, и терпят поражение, и гибнет много людей. Казалось бы, за что? Вроде бы идут Божий суд чинить. И Вова просили, он сказал, идите. И погибают невинные люди, казалось бы, невинные погибают. Идут, спрашивают опять, что делать, Господи? Господь говорит, идите, я придам их в руки ваши. История повторяется, опять гибнут вроде бы невинные люди. На третий день вопрошают Господа, Господь говорит, идите, я сегодня придам их в руки ваши. Короче говоря, совершился суд над Вениамитянами, там осталось только 600 мужчин, всех остальных детей, младенцев, женщин, стариков, всех вырезали. Значит, когда закончили разбираться с вениамитянами, за кого взялись, спросили, а все ли пришли? Нет, оказалось не все. И Авис Галаадский не изъявил желания участвовать в свершении Божьего правосудия. Что с ними сделали? К ним был послан отряд воинов, и они были вырезаны. Теперь давайте попытаемся понять, в чем суть этой истории. На основании Левит 5 глава мы можем сделать вывод, что люди гибли в первые два дня по одной простой причине, что на них был грех безразличия, грех замалчивания того, что происходило в колене Вениамина. Потому что беззаконие по масштабу, равное Содомскому и Гоморскому, оно не может оказаться незамеченным. Вы понимаете? А народ на это никак не реагировал. И поэтому гибли люди, потому что на них был грех, грех безразличия. А те люди из Иовиса Галаадского погибли за то же самое. Им было все равно, что происходит в народе. Понимаете? Но слава Богу, Господь за этот грех предусматривает покаяние. И жертва Ишуа, она на самом деле может покрыть грех каждого из нас в подобном плане. Значит, если мы действительно покаемся, если мы действительно исповедуем это как грех, если это есть в нашей жизни, опять же, значит, и тогда Господь стимит с нас это. Но в дальнейшем мы должны понимать, что мы должны поступать небезразлично. То есть мы должны руководствоваться не мудростью мира, которая говорит, не будь доносчиком. В Торе тоже есть такая фраза, не будь переносчиком в народе своем. Но мы, имея Дух Господень, имея ум Христов, мы должны понимать и соображать духовное с духовным. Давайте мы откроем. Сейчас я найду это место. Так, это у меня было, по-моему. Ой, не здесь. Так, Левит Пиар, пятая глава мы уже читали. Ага, Галатам. Шестая глава. Открываем. То есть мы, как верующие нового завета, имеем мудрость от Бога. Давайте мы, ну, я прочитаю вслух. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый доиспытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Значит, смотрите. Когда мы говорим о личной ответственности, вот шестой стих, он четко показывает, что каждый из нас понесет свое бремя. Есть много мест Писания, где Господь говорит, что каждому воздам по делам его. То есть, личная ответственность предусмотрена во взаимоотношениях с Богом. Но давайте внимательно посмотрим, в чем заключается эта личная ответственность. С первого стиха. Братья, если и впадает человек в какое согрешение, то есть вот есть я, который слежу за собою. И вот есть брат, который согрешает. Мы видим, что в истории с виньямитянами народ промолчал, проигнорировал это. Значит, помните высказывание Каина, я что, сторож брату своему? Моя хата с краю, ничего не знаю. Так вот, Новый Завет говорит, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Дух Святой, который производит вот эти взаимно скрепляющие связи, он заинтересован в том, чтобы любовь наша проявлялась в том, чтобы мы заботились друг о друге. Заботились о ближнем, понимаете? Это связи, которые производят коллективную ответственность внутри каждого из нас, ответственность друг за друга. Понимаете? Только таким образом мы исполним закон Христов. Судить будет Господь нас, каждого по нашим делам, но в контексте того, насколько мы действительно имели вот эту вот личную ответственность, значит, за ближнего своего, понимаете? То есть это взаимосвязано. То есть не может быть индивидуального спасения как такового. Оно просто не существует. В еврейском образе мысли вообще нет такого понятия, как личное спасение. Есть спасение народа. И все пророчества, которые мы изучали на этой неделе, они не говорят о личном спасении и о личном спасителе. Они говорят о народе, который в завете с Богом. Но у каждого члена этого народа есть личная ответственность. В первую очередь за себя, а во вторую очередь за ближнего своего. Понимаете? То есть вот это вот, в принципе, момент, который я хотел показать. И поэтому в контексте того, что мы разбирали, есть еврейская составляющая церкви, есть нееврейская составляющая церкви. Так вот, мы ответственны друг за друга. Безразличие будет наказано. И вот по этому поводу еще один отрывок. Значит, это первое послание Иоанна. Первая глава. В синодальном оно звучит так. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. О слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть цвет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжом и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Значит, смотрите, я сейчас просто коротко покажу, как мне это открылось, недавно совсем, кстати. Значит, для того, чтобы понять некоторые моменты. Значит, я раньше, вот это вот место, если имеем общение друг с другом, кровь Христа омывает нас, очищает нас от всякого греха. Я воспринимал это на уровне личностном. То есть, я с братьями конкретными, какими-то личностями или с сестрами, я имею общение. Общение в Духе Святом. То есть, мы размышляем над Писанием, и вот это вот омывает нас. Но на самом деле, посмотрите, апостол Павел, ой, апостол Иоанн, значит, он начинает какими словами? Которое было, ну, что было от начала? Значит, что мы слышали, мы видели. То есть, другими словами, мы можем увидеть, что Иоанн пишет от лица общины, от лица народа. То есть, это коллективное послание другому коллективу. Потому что, смотрите, вот то, что он говорит, мы слышали, мы видели, мы рассмотрели, руки наши ощупали. Значит, дальше он говорит, вот четвертый стих, к примеру, сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. То есть, другими словами, мы это послание можем рассматривать как коллективное послание одной группы людей к другой группе людей. Теперь давайте попробуем разобраться, о каких группах идет речь. Значит, первый стих, как мне открылся, значит, вот в подстрочнике просто оно как-то более явно мне было. Вот, которое было от начала, которое мы услышали, которое мы увидели глазами нашими, которые мы рассмотрели и руки наши ощупали о слове жизни. То есть, вот то, что было от начала, то, что мы услышали, то, что мы увидели, то, что мы рассмотрели, то, что мы ощупали, это все было о слове жизни. То есть, это не было само слово жизни, это было о слове жизни. Понимаете? А о слове жизни был дан закон на горе Синай, была дана Тора, и она была о слове жизни. И стало быть, да, и стало быть, если это коллективное послание от тех, кто имел что-то о слове жизни, то тут сам по себе напрашивается вывод, что речь идет о, то есть вот это коллективное послание от лица еврейского народа к тем, кто не является еврейским народом, но является верующими. И дальше, смотрите, второй стих. Полная благодать и истины, то сразу понятно, еще раз, что речь идет о, то есть вот это вот послание, это коллективное послание, как бы коллективное послание от лица еврейского народа, значит, к коллективу, который состоит из язычников, уверовавших в Ешуа. И смотрите, что дальше говорится. Третий стих. О том, что мы видели, слышали, не, я прочитаю вот в этом подстрочнике, которое мы увидели и мы услышали, возвещаем и вам, чтобы и вы имели общение с нами. То есть момент такой, что, значит, когда я читал раньше вот этот третий стих, я думал, что, значит, здесь идет речь о том, чтобы мы имели общение с теми, кто его познал. Но ведь дальше-то идет речь о том, что обращается это послание к познавшим уже тоже, правильно? То есть к верующим послание, правильно? Ну, однозначно к верующим, если мы дальше будем читать. Значит, то есть получается, что вот Иоанн от лица апостолов обращается ко всем остальным. Мы хотим, чтобы вы с нами общались. Это так, как я понимал. А на самом деле, как я вижу, здесь идет речь о другом. Смотрите, тот же третий стих. Общение же наше с Отцом и с Сыном Его Иисусом Христом. Я сейчас это вот все оформлю, но немножко по-другому. Значит, смотрите. Наше общение с Отцом и с Сыном Его Иисусом Христом. Значит, и мы хотим, чтобы вы имели такое же общение с Отцом и с Сыном Его Иисусом Христом вместе с нами. То есть еврейский народ имеет общение с Отцом и с Сыном. И желает, чтобы и из язычников также люди имели общение с Отцом и с Сыном. И для чего он желает этого? Смотрите, четвертый стих. И это пишем мы, чтобы радость наша была исполнена или совершенна. То есть, смотрите. Великая радость, совершенная радость еврейского народа, уверовавшего в Вишуа Мессию, получившего исполнение обещанного от Бога. Так вот, еврейская совершенная радость в том, чтобы язычники тоже имели общение с Богом. Я думаю, что это знакомо каждому из нас на том примере, что когда у нас в жизни происходит что-то сверх-сверх-сверх радостное, мы не можем сидеть закрытыми в квартире и наслаждаться самостоятельно. Нам хочется поделиться этим. Понимаете? Так вот, вот точно такая же совершенная радость еврейского народа заключается в том, чтобы язычники также имели это общение. Значит, и смотрите дальше. Шестой стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. О каком общении здесь идет речь? Здесь идет речь об общении евреев с неевреями. Здесь идет речь о том единстве, о котором Павел говорит, что Ишо из двух сделал одно. Понимаете? И вот смотрите, еврейская радость в том, чтобы мы имели общение. Иоанн говорит, если мы имеем это общение, тогда кровь Мессии омывает нас, очищает от всякого греха. А если мы этого общения не имеем, это года два назад я общался с одним братом из церкви. Вообще брат замечательный. Он уже не один год верующий. Он, значит, был служителем, причем уже не самым последним, скажем так. И вот я решил поделиться, значит, такой простой вещью, показать, как еврейский народ встречает шаббат. А этот брат говорит, а зачем нам вот эти вот все еврейские вещи? Мы верим весьма, мы покаялись, мы уверовали в Мессию. Значит, Он простил нам наши грехи. Мы живем праведной жизнью, все исполняем заповеди. Зачем нам знать вот эти вот все еврейские штучки? Я ему задаю вопрос, говорю, скажи, пожалуйста, а для чего вообще Бог обратил язычников к себе? Один из аспектов, как мы видим из Писания, вот на данном историческом этапе, чтобы возбудить ревность в народе своем, чтобы Израиль покаялся. Это одно из основных предназначений у верующих из язычников. Если ты не исполняешь своего предназначения, даже будучи рожденным свыше, даже имея общение с Богом, если ты не исполняешь своего предназначения, куда ты идешь? Я говорю, а скажи, пожалуйста, если ты собираешься славить Бога в воскресенье, а не в субботу, если ты собираешься здесь, а не там, и по жизни ты никогда с ними не пересекаешься, исполняешь ли ты свое предназначение? Есть ли у нас какое-то общение с еврейским народом, как у верующих из язычников? Или как у евреев с уверовавшими, ну, короче, вы понимаете. То есть здесь есть и евреи, и не евреи. Есть ли у нас общение с той группой людей, которые еще не перешли, как Авраам? То есть вот это вот очень важные вопросы, над которыми мы должны периодически задумываться. Значит, смотрите, тоже интересный момент, когда Павел говорит о чаше благословения. Он говорит, когда принимаешь чашу, размышляешь ли о теле, рассуждаешь ли о теле? То есть здесь опять включается личная ответственность, как часть коллективной ответственности. На мне лежит моя личная ответственность размышлять о теле, о своих братьях и сестрах. Поэтому я призываю, давайте мы не будем безразличными к тому, что происходит с нашими братьями и сестрами по крови и по духу. Вот, в принципе, на сегодняшний день.